Один украинский военный получил ранение на востоке Украины за минувшие сутки, сообщили в штабе АТО. Боевики продолжили обстрелы на всех направлениях. Так, из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем атаковали позиции вооруженных сил Украины в Новозвановке. Из гранатометов Толоковки и Станицы Луганской. По Новотроицкому вел огонь снайпер. На Мариупольском направлении из минометов террористы стреляли по Маринке. Из гранатометов и стрелкового оружия также по Гнутово, Павлополю, Широкино. Под огонь попали также Красногоровка, Водяное и Новотроицкое. У Старогнатовки зафиксировали огонь из орудия БМП. На Донецком направлении боевики из артиллерии 152-го калибра вели огонь по украинским позициям в районе Троицкого. А из 82-мм минометов по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Луганскому и Авдеевке. Морозы и метели захватывают Украину. Более ста автомобилей вытащили из-за носов спасателей в Закарпатской области за последние два дня. Движение по дорогам национального значения в этом районе удалось нормализовать. Во Львовской области вчера в снежном плену оказалась машина скорой помощи, а во Львове попал в кювет автобус. В Одесской и Николаевской областях ограничили движение тяжеловесного транспорта. Эти меры связаны с резким ухудшением погодных условий по всей территории Украины. В следующие два дня гидрометцентр прогнозирует морозы до минус 25 градусов, а также рекордные снегопады и порывистый ветер. Сотрудники СБУ вместе с пограничниками перекрыли канал нелегальной миграции, который прикрывала российская ФСБ. В Сумской области был задержан гражданин России, который при содействии пограничной службы ФСБ организовал незаконные перемещения через украинско-российскую границу в обе стороны. Оперативники задержали злоумышленника на горячем, когда он пытался переправить гражданку одной из стран Закавказья. Сейчас проводится следствие. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Нарушителю грозит лишение свободы до 7 лет. 11 тонн гуманитарной помощи передали Донбассу из Канады, сообщили в МИД Украины. В четвертый раз ее организовал Конгресс украинцев Канадой и несколько канадских общественных организаций. Груз состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Все это передадут в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполь. В отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона высоко ценит усилия правительства Канады и украинской диаспоры в этой стране по оказанию гуманитарной помощи Украине. 285 обвинительных актов в рамках производств о коррупции направила в суд военная прокуратура в 2016 году. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиас. Они касаются 329 человек, которые обвиняются в получении или даче взяток. Также глава военной прокуратуры отметил, что за минувший год суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек в рамках борьбы с коррупцией в вооруженных силах Украины. 6 января – последний день рождественского поста. 40 дней без животных жиров, мяса, яйца, молока позади. 7-го можно есть все, но с определенными предосторожностями. Не стоит жадничать, ведь возможности человеческого желудочно-кишечного тракта не безграничны. Ограничения, ограничения, ограничения. Потом начинается шинка, колбаса, алкоголь, холодцы. Это огромные нагрузки на желудочно-кишечный тракт. И у нас, даже по статистике, мы это все фиксируем, наблюдаются очень большие вспышки обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Люди, которые не первый раз ограничивают себя в гастрономических удовольствиях и строго придерживаются церковных канонов, знают, как начинать питаться после поста. Опытом делится Галина. Говорит, нужно строго следовать советам специалиста. Продукты такие все наши, натуральные, овощи, салаты овощные, сельдерея со свеклы, морковные салаты. И вот каша, это как раз то, что, в общем-то, диетическое для желудка. Поэтому, в общем-то, и рыба в запеченном виде, ну, как гастронатурологу, не рекомендую жареную. Последствия праздничных перееданий, ежегодное паломничество в поликлинике с различными желудочными недомоганиями, рассказывают врачи. Много хлопот и у скорой помощи. Госпитализации в стационар с панкреатитами, с почечными коликами, с обострениями язвенной болезни. Поэтому выходим так же медленно, как мы и выходили. Каждая семья с нетерпением ждет восхода рождественской звезды. Она возвещает о том, что Христос родился. Это значит, что на смену 12 постным блюдам 7 января можно подавать на стол разносолы и спиртное. Но не спешите наверстать все то, от чего, возможно, отказывались более месяца. Ведь светлый праздник рождения спасителя – это прежде всего осмысление итогов прошедшего года и надежда на то, что следующий мы проживем гораздо плодотворнее. Инесса Занина, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Почти 3600 пар создали новые семьи в Украине по упрощенной процедуре. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. Проект «Брак за сутки» правительство начало реализовывать летом 2016-го. Вначале он охватывал наиболее популярные туристические центры – Киев, Львов, Одессу, Херсон. А также города, которые находятся вблизи линии фронта – Мариуполе, Северодонецк. Нынче пилотный проект охватывает 14 городов. В Минюсте обещают расширять его и в дальнейшем, чтобы как можно больше влюбленных людей смогли без очередей и бюрократии создавать новые ячейки общества. Рождество приходит к людям морозной ночью, в час полуночной храмовой службы, в сиянии свечей, в свете звезд и громком пении хора. Звуки детских голосов славословят Бога, как ангельский глаз наполняют торжеством Вселенную. Небо и земля славят Рождество Христово. С незапамятных времен празднования сопровождали гуляния и традиции. Одна из древнейших традиций – рождественское гадание. Гадали на все – достаток, счастье, дальнейшую судьбу и, самое главное, насуженного. До сих пор рождественские гадания популярны среди украинок. Так почти 30 лет назад Татьяна нагадала себе мужа, увидела его во сне. Я брала блюдце, набирала водичку, выходила в сад, взяла веточку вишни, одну, вторую, и сделала мостик. И это блюдце положила себе под кровать. Когда заснуло, мне приснился сон, что по мостику уйдет молодой парень. Он был высокий, такой, как волосы были шикарные, вьющиеся. Наяву Татьяна встретила своего суженного спустя год, в канун следующего Рождества. Так он действительно стал мне суженным. Высокий, красивый парень. И живем мы с ним уже 24 года. У нас двое детей, взрослые дети. И счастливы. Так что, девочки, гадайте. Потому что действительно все сбывается. Елизавете о рождественских гаданиях рассказала бабушка. Говорит, всегда очень хотела попробовать сама, но долго не могла отважиться. Накануне Рождества решила рискнуть. Выбрала для себя гадание на воске. Бабушка всегда говорила, гадать нужно с осторожностью. Я была маленькая, мы садились у камина, мы очень много это обсуждали. Очень много было интересных историй, связанных с гаданием. И история, как бабушка встретила дедушку, очень меня впечатлила. Я всегда хотела погадать. По обычаю, весь ритуал проводится при свечах. В подготовленной ложке над свечкой растапливается воск. Потом он выливается в стакан с холодной водой. Теперь нужно подождать пару минут, пока фигуры застынут. Достаем фигурки и начинаем рассматривать в них предсказания. Вот такие вот фигурки вышли из воска у меня сегодня. Пока я еще не знаю, что это значит. Но я в них вижу те символы, которые принесут в мою жизнь только успех, радость и счастье. Кроме этих двух гаданий, есть еще масса способов заглянуть в будущее. Гадания на Рождество считаются наиболее правдивыми и своими корнями уходят во времена языческой Руси. Знающие люди советуют во всех предсказаниях искать только хороший смысл, а дурным знамениям не придавать большого значения. Иначе заранее настроите себя на неудач в новом году. Алена Клюску, Тимофей Сорокин, UATV.